Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня случилась неприятность. На машине что-то стало происходить с моими поворотниками. И так как поворотники начали у меня глючить, они получаются, то включается у меня поворотник и просто сам по себе горит, то он какое-то время моргает и перестает, то он начинает моргать с какой-то задержкой. Допустим, не клац-клац-клац, а как-то клац и клац-клац. То есть, что-то вот такое начинает происходить. Я так понимаю, что проблема, судя по всему, у меня именно с реле поворотов. Я решил это реле поворотов снять. Чуть позже я вам покажу, как это реле я снимал. Я решил его разобрать и прочистить контакты. Когда я его открыл, я увидел, что эти контакты там довольно-таки загажены. Там очень много нагара. Я этот нагар весь вычищу, поставлю в реле обратно, и поворотники, я так надеюсь, что заработают. Итак, друзья, давайте будем разбирать реле. Ремонтировать будем при помощи булавки, отвертки. Попытаемся, может, надфиле куда-нибудь там всунуть. Ну и в общем-то надо разобрать вот это вот реле поворотов. Выглядит оно у меня вот так вот. Здесь внутри есть вот такие вот пазики. Вот они. Вот в этих пазиках у нас вставляется как раз вся вот эта вот наша такая как плата управления, можно сказать. Она вот так вот туда заезжает и выезжает вот из этих вот пазиков. То есть, вот так вот, так же самое мы потом обратно вставляем. Вот. Это все дело снимаем. И тут я нашел контакт, который у нас клацает. Контактик этот вот он. Контактик этот вот он. Вот. И этот контакт мне нужно прочистить. То есть, я сейчас буду пытаться как-то ваткой, спиртом, может быть и вот этой вот своей булавочкой это дело прочистить. В общем, я временно у жены взял спиртик, взял пилочку для ногтей и в общем-то все ее основные инструменты. Ну, это мой инструмент, но вот эти все инструменты я взял у жены в маникюрном наборе. Вот. И сейчас пилочкой для ногтей я туда затолкал ватку со спиртом и теперь его вот так вот тоже добряченько это все дело там чищу. Вот я пособирал его весь мусор. Ватка немножечко, как вы видите, здесь почернела, здесь почернела. Ну, это, в общем-то, несколько таких ваток, которые я туда засовывал и снашался с этой релюхой вот этой вот пилочкой для ногтей. Я ее туда-сюда вот так вот поделал, теперь это все дело я решил собрать обратно, ставить машину, ну и, в общем-то, посмотреть, начнут ли работать мои поворотники теперь. Вот. Вот я вставил туда в пазики. Вот эта вот планочка туда заезжает. Вот так вот я ее поставил. Теперь это дело я просто защелкиваю. Итак, где находится релюха? Релюха находится у нас приблизительно... Вот я сейчас покажу. То есть, вот это наша руль. От руля слева вот я вынул бардачок. Когда вынул бардачок, релюха находится приблизительно где-то вот там. Сейчас я ее буду ставить и попытаюсь вам показать. Для того, чтобы туда залезть, приходится залазить вот сюда, поднимать свой взор. И вот здесь вот одну руку отсюда засовывать и одну руку засовывать отсюда. Сейчас попытаюсь это все показать. Вот место крепления нашей релюхи. Вот эта вот штука с-под низа. Проверяем. Левый поворотник, правый поворотник, сзади левый, правый. Вроде все работает пока что. Ну что, друзья. Прошло уже, в принципе, две недели. И за эти две недели у меня поворотники ни разу не включили и абсолютно нормально работают. Итак, показываем. Так что всем спасибо за просмотр. Теперь вы хотя бы знаете, где это реле находится. Потому что я когда его искал, я искал его в предохранительной коробке возле педалей, искал его в предохранительной коробке на двигателе. Оказалось, что это реле находится вообще, в принципе, за бардачком перед рулем. Так что машина у меня Hyundai Accent 2003 год, объем двигателя полтора. Так что всем спасибо за просмотр. И оставайтесь на моем канале. И вы увидите еще много полезного и интересного видео. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok